что за клоуну приехали сейчас я подровняю немного параллельно нет я адекватный на самом деле мы отправляемся в путь я думаю всем уже понятно по заголовку название видео и по моему внешнему виду что сегодня мы будем рассказывать о курице о курятине о том как продавать ее на примере сети ресторанов крыла или крылья кстати марка зарегистрирована дома к вам удалось зарегистрировать крылья слова крылья да да марка зарегистрирована мало то мы сейчас занимаемся регистрацией торговой маркой в россию белоруссию даже запускаем в казахстан ладно поговорим об этом обо всем но я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя гостя нашего автомобиля человек попросил его подвести до ресторана и мы заодно решили снять небольшой сюжет алексей наверно лучше сам представиться да потому что я честно говоря не знаю должности добрый день спасибо что решили подвести да меня зовут алексей директор сеть именно тяжелые приходится директор сети ресторанов крылья собственно говоря сейчас мы едем в один из наших ресторанов которые находятся на поддоле возле метро по трактовой площади так хорошо значит что это за заведение это заведение где продаются не только крылья где продается продукция популярном формате быстрой еды правильно да вы туда объединили не только собственно крылья не только куриные ножки но этот популярный в общем то пришедший к нам наверно в первую очередь из америки формат но еще и суши и что у вас третье там крылышки бургер на и бургеры есть то есть принципе ну ребята постарались объединить все вместе вот мы находимся уже в заведении крыло на подоле куда мы очень долго и упорно ехали я здесь вижу какая то есть тематика аэропорта да почему да это связано с самим названием сеть называется крылья и мы постарались реализовать эту тематику в интерьере ресторана то есть у вас бутерброды с самолетными крыльями правильно да практически да вот видите у нас сотрудники форма которых схожа с формой стюардесс и стюардов давайте попробуем сделать заказ наверно да да вы хотите кушать да мы знаем здесь очень вкусно готовы койку корме да друзья советовали на алексей почему суши как там оказались в этом меню суши а мы действительно предложили новый новый формат с точки зрения хостфуда измели три наиболее популярных продукта крылышки бургеры и суши по сути обеспечив все потребы основные потребительские запросы пиццы нет у вас еще описание туда мы уже не рискнули на пиццу и как вы собственно посетители восприняли появление суши вашего же не не сначала были насколько я помню да да мы запустили достаточно недавно но результаты действительно оказались впечатляющим во первых нам удалось предложить посетителям в первую очередь вкусные и чрезвычайно доступные суши чрезвычайно я знаю что ну и все кто следит за развитием вашей сети знаю что изначально это был проект который развивался владельцем компании мироновский хлебопродукт компания которая занимается производством комби кормов первые а потом уже идет курица да значит я вот хочу цепочку построить соответствующую что и сначала были комбикорма их надо кто-то должен их кушать потом появилась курятина открылась крупнейший в европе если не ошибаюсь птицефабрика у мироновского хлебопродукта появилось много курятина которая заполнила практически весь рынок украинский соответственно появилось много крыльев и под этот под эту идею нужно было сделать еще один проект который бы уже собственно занимался сбытом этого продукта правильно да мы открывались как раз как дополнительный этап вертикальной интеграции бизнеса мхп обычно привыкли слышать вертикальные вертикальные интегрированные компании к там к азотным хоудингом каким-то транснациональным крупным компаниям ок к еде к этому не относились как такому процессу действительного интеграции а этот пример то есть вертикали чтобы ни одну там пёрышко не пропало вот подушки есть а вот еще одно событие в жизни крыл это выход на рынок kfc вот как изнутри компании вы отреагировали и восприняли это провокационный вопрос от нашего зрителя с галерки почти почти политическое ток-шоу мы некоторые моменты убрали в обсуждении а вот этот политический момент франчайзинговый политический момент интересно обсудить причем учитывая даже то что алексей привязан у нас и никуда не может убежать в движущем транспортное средство него просто нет выхода кроме как отвечать на наши вопросы да kfc как повлиял на ваше движение внутри страшно было мы опасались безусловно такого серьезного игрока но оказалось что какой-то мере напрасно но мы действительно доступненько все пособенно на 20 до 20 процентов как у вас минимальная вот стоимость самого маленького вашего крышка самого захудаленького самый дешевый бургер у нас стоит 890 гривен сейчас это на секунду 30 центов то это это бургер из котлеты курины который состоит на 90 процентов из цельного куриного фильма в ряд бургеров присутствует это цельное куриное филе то есть она жарится не подсолнечном масле а на гриле это действительно куриное мясо резаная или говяжья так понимаю говядина это у нас идут говяжьи котлеты но в которых там присутствует только сугубо фарш говяжий и специи соль и перец а кстати говяжью котлету нам делает известный известный тех пор известный технолог он снимается на канале стб программа все будет добро все будет смачно андрей бабаев на он разработал для нас этот вкус эту котлету и мы вообще с ним достаточно плотно работаем он технолог с большой буквы контролирует качество нашей продукции изначально начиналось с того что мы взяли лучше западное оборудование привлекли лучших сотрудников вообще перри не постарались перенять лучший западный опыт в конце концов это все оказалось кардинально переделана это первая модель к необычная история на это первая модель оказалась но не оптимально фоняки на исключительно в условиях очень хорошей локации кальчика да только очень хорошие продажи приводили к эффективности и соответственно малейшие колебания по сути приводили к потере доходности в формате сети нужно делать более такой до минимальный по издержкам по инвестициям проекта мы начали активно работать с инвестициями нам удалось их меньше до 80 тысяч долларов на объект впоследствии до 60 потом мы начали вести переговоры с украинскими инженерами специально под нас был разработан хороший украинский аналог западного оборудования это позволило уменьшить затраты на инвестиции еще два раза и сейчас в оборудовании мебель составляет 450 тысяч гривен параллельно мы изменяли структуру наших затрат в первую очередь определили внимание себестоимости сырья классическая модель фастфуда при котором в ресторане используются уже готовые полуфабрикаты оказалась неэффективной с точки зрения украинских реалий поэтому мы разработали комбинированную систему при которой мы частично используем готовые полуфабрикаты и часть полуфабрикатов мы готовим непосредственно на наших объектах такой технологический процесс позволил нам добиться уникального для фастфуда уровня себестоимости на сегодняшний день это 35 процентов это очень низко да да как правило фастфудах это показатель 45 выше до 50 кстати пока не планируете до увеличивать связи с колебаниями курса нет не так как на 90 процентов это отечественное оборудование нету прямой связи с курсом доллара а вот ремонт вот буквально недавно мы врачи просчитывали стоимость ремонта в торговом центре получилось что помимо оборудования мебели нашему франчайзе понадобится еще 150 тысяч гривен на ремонт помещения выход на самоокупаемость какая у вас от 8 до 10 на купаться . безубыточности на самом деле та структура затрат который мы уже говорили себестоимость размере 35 процентов и гибкая структура страна на самом деле позволяет работать без убыточности с первого места работы самом деле сама вкладывать постоянно не нужно сама бизнес-модель способна подстраиваться под уровень продаж этой локации не кушай суши выкинули из меня представим еще одного нашего гостя это артур который я так понимаю буду заниматься именно развитием фа-часть 2 сети крылья скажите да отлично так все теперь после того как мы сделали интервью с артуром пожалуй что-нибудь закажем я вот как бы впервые у вас получается давайте поближе андрей человек с головой курицы ты не хочешь каннибализмом заниматься я знаю что можно тут уже не только каннибализмом заниматься есть других представителей животного мира да у нас появилась говядина вот вкусная у вас здесь говядина скажите да у нас же все-таки крылья поэтому я думаю что в первую очередь нам нужно именно крылья давайте вот без планировочки если можно попробуйте те же бургеры попробовать бургеры по самой доступной нашей цене и самый дешевый чекен и биф вы убедитесь в том что они действительно очень вкусные и качественные бургеры ну давайте не попробовать суши я думаю никак нельзя дать просто нам еще на филадельфии три штуки а кто свистит там это так работает наш оборот это у того которого удешевляли удешевляли из-за появления вот этого свиста да в принципе все классно все работает но свистит немножечко ну что поделаешь у нас достаточно разносторонний ассортимент помимо бургеров например суши у нас очень хорошие есть предложение ланчи это как автопилот это рис овощи крылья также эконом предложения рис и крылышки то есть также есть десерты горячие напитки то есть помимо разносторонности ассортимента он еще и очень качественный и действительно вкусные бургеры вкусные крылья по нашей технологии приготовления и люди должны это увидеть то есть придя к нам они будут выбирать кресла на кстати обратите внимание у нас видите элементы внимания мы изначально планировали создать не просто фастфуд не просто наш фастфуд с элементами наших блюд нашей культуры но в первую очередь натуральный фастфуд вот в данном случае увидим элемент натуральности в этой натуральной дубовой бочке находится натуральный узвар приготовленный на сухом продуктах привезенных из казахстана это специальная смесь сухопродуктов очень насыщенный там достаточно большое количество сухопродуктов я же говорю просто мы за рулем поэтому если вы нам хотите что-то из казахстана взяв один всего лишь стакан этого замечательного продукта вы можете повторно приходить сколько вам год на раз и получать дали в дать американском стиле дали ушли мне это нравится и реально то есть пока бочка не будет пустая она практически не заканчивается специальная бочка она практически никогда не бывает пустой да ладно это бочка фокус никогда постоянно сидит маленький казах и давит эти сухофрукты да наверное уникальность нашей бизнес-модели как раз состоит в том что мы приспособлены к работе не только с готовим полуфабрикат у нас есть возможность обеспечивается сырьем в самых разных условиях то что привело к понижению себестоимости она в принципе помогает вам еще и развиваться на удаленных рынках с разными условиями да 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 большинство даже тех полуфабриката которые мы используем сейчас на самом деле мы готовы производить их у себя в ресторанах что прям вот у вас там курицы бегают есть специальный человек в окровавленном фартуке который периодически выходит за успокаивать не родить клиента не не он наш периодически выходит зал и так осматривает кто плохо себя ведет держатель книги жалоб не с таким тесаком в первую очередь мы передаем весь пакет стандарта нашей компании начиная от стандартов размещением оборудования работы на сервисе приготовление блюд тогда и так далее полный пакет стандарта мы передаем франчайзи франчайзи не приступает к работе до прохождения аттестации мало того у нас даже предусмотрена дополнительная аттестация перед началом сотрудничества с франчайзи франчайзи входит в проект исключительно максимально подготовленный он должен четко понимать структуру бизнес-модели есть собственно вот какие-то бумажки которые вы будете показывать финмодель давайте разберем ваш да конечно есть у нас финмодель попросите чтоб кто-то метнулся за крыльями из-за финмодели независимо от того где точка будет открываться по территории украины с куриной частью ингредиентов проблем никаких не будет потому что наша ряба может поставить правильную продукцию да действительно сложность по ингредиентам в том что основной продукт если с ним перебои или нестат нестабильное качество или поставки нам не своевременные какие-то там изменяющиеся количество или там внешний вид продукта или там размер этого продукта меняется это все будет очень жестко влиять на технологию соответственно в данном случае у франчайзи есть преимущество в том что есть большая компания которая может поставлять до расширение набора продуктов в рамках сети создает сложности для работы франчайзи появление там суши говядины так далее расширяет необходимый закупок мы думаю что уже со стороны уже самой компании крыло будет поддержка франчайзи в покупке этих ингредиентов алексей сказал принципе модель гибкая и можно допустим даже если есть какие-то временные или постоянные проблемы с ким-то ингредиентами просто исключить их за меню за счет того что принципе меню может сама достаточно даже по большому счету можно суши одни оставить и придумать легенду есть же летучие рыбы да вот крылья туда то есть действительно можно всем этим играться такой гибкий вкормат второй момент в том что очень компания лояльно относятся к дизайну внешнему виду и организации помещения есть какой-то необходимый набор посадочных мест а остальное это вопрос уже гибкости и конкретного помещения соответственно в каждом конкретном случае с франчайзи будет подбираться тот формат размера помещения зонирование его и уже обеспечение вот эта работа уже по конкретному месту можно приходить откровенно говоря в компанию скрыла в крыло с разным размером помещения это важный момент но что в некоторых сетях фастфудах очень жестко устанавливается нам нужно площадь от и до и не более и не менее и рамки этой зоны тоже должны быть четко определены форматом размером там идеально квадратные помещения так далее мы ведем переговоры на данный момент уже шестью потенциальным франшизе с разных регионов как вы знаете запустили этот проект буквально недавно до прошло еще и там месяца мы ощущаем спрос на нашу франшизу могут буквально перед выходом поставили франшизу на сайт на франч вы будете участвовать в выставке через две недели в киевской собственно те кто смотрит нас после того как мы выложили этот ролик могут успеть по приехать в киев прийти да если киевляне то соответственно пообщаться с алексеем с представителями компании по поводу этой франшизы и так давайте вкратце назовем то что мы уже говорили 100000 это ремонт 450 оборудования итого 590 тысяч гривен на сегодня это по сути 20000 долларов правильно ну чуть больше мы заложили высокий уровень среднемесячных продаж на старте до 300 тысяч гривен среднемесячные продажи в первый год понял безусловно как предвидится какой-то постепенный рост в данном случае это опять же достаточно скромный процент роста плюс 10 каждый год да там дальше 5 уже идем у нас среднемесячные расходы 135 футкост вот 35 процентов это именно себе стоимость скажем что такое футкост стоимость именно ингредиентов правильно то есть картошечки гамбургер можно я пока ваши самые доступные самые доступные сколько такой стоит 890 890 сколько она сочет чистая прибыль в месяц но вот это она от 18 до 28 процентов от оборота оборота но оборуджи я так понимаю то что вы закладываете 300 тысяч в месяц это опять же среднее это сдержанный прогноз скажем так высокий трафик может быть на безусловно данной точке да да этот ресторан продажи на порядок выше я только хотел узнать насчет вот этих математических ваших часов посчитать получается корень из 81 года это 9 да ясно 9 разделить на 3 где тут самая сложная формула вопрос сезонности погоду как продажи меняются ну вы знаете мы на самом деле серьезно этого не ощущаем единственным при формате фудкорта в торговом центре это безусловно сказывается зимой продажи значительно вырастают летом идет определенный спад это просто за счет количества посетителей торгового центра которым нужно погреться немножко стационарные рестораны как правило не подвержены сезонным колебаниям в случае размещения ресторана возле учебных заведений это также может иметь место на период каникул определенное падение продаж на договориться с преподавателем на пересдача покупаемость здесь видно да внутри норма доходности 131ine 30 дней процентов годовых календарном чер Doppler до региона которые Oxen я могу выговаривать природы ужасно перед окупаемость в данном случае 9 месяцев 09 лет это не девять месяцев насколько я понимаю это 10 месяцев года гелета надо не по мне ее я вас яsz на ну понятно gradient Положительный денежный поток. Видно это достаточно высокий уровень доходности, хороший уровень покупаемости и это все при относительно сдержанном уровне продаж. У нас регулярно проводятся тренинги. Кстати, франчайзи будут вынуждены перенять систему обучения персонала, постоянного контроля качества того же сервиса, кухни. Все эти программы у нас существуют, они прописаны. Есть четкие графики, аттестации сотрудников, тесты и так далее. Какое должно быть минимальное количество населения, чтобы вам там интересно было открываться? Или может вопрос с другой стороны, этот же вопрос. Какая локация должна быть в расчете населения на точку? То есть, если мы говорим о миллионнике, сколько может быть тут точек? Или какой самый маленький город может попасть под работу с вашим брендом? На самом деле хочется подчеркнуть еще гибкость нашей бизнес-модели. Мы недавно просчитывали для одного из потенциальных франчайзи локацию в Тернополе и продажи мы заложили 120 тысяч гривен в месяц. То есть, практически в три раза меньше, чем представлено в этой модели. И даже при таком уровне продаж мы выдержали достаточно высокий уровень доходности и окупаемости. То есть, там было свыше 90 процентов годовых. Это было связано с тем, что локация, обеспечивающая такой уровень продажи, как правило, предполагает более низкий уровень аренды. На самом деле, бизнес-модель может эффективно работать при продажах даже от 90 тысяч гривен. А это уровень продаж скромного ларяка. Оборудование, которое закупает франчайзи, он покупает непосредственно у наших производителей. Мы не стараемся на этом заработать. Это абсолютно адекватный рынок. На чем он зарабатывает? Там и так цены такие нижайшие. То же самое происходит и с продукцией. Франчайзи работают непосредственно с поставщиками и получают те же условия, на которых работает наша сеть. А сейчас мы действительно предлагаем уникальные условия для нашей франчайзи. Мы передаем этот наработанный годами опыт в наши стандарты практически бесплатно. Вступительного взноса нет. Вступительного взноса нет. Ройлоке 2 процентов, кстати, в который входит еще бухгалтерское сопровождение и юридическое сопровождение. То есть, вы сдаете за франчайзи отчеты, что ли? Мы подготавливаем действительно бухгалтерскую отчетность для франчайзи физических лиц предпринимателей, а также ведем полностью управленческую отчетность для всех франчайзи. Почему именно такие лояльные условия? Мы понимаем, что первым франчайзи входить всегда сложнее, нет опыта, нет возможности пообщаться уже с действующими франчайзи. Но есть вы, сколько уже марка на рынке? Три года. Три года мы отрабатывали эту бизнес-модель, действительно. Экономится три года просто? Для отработки этой системы, она для нас новая, поэтому мы хотим сделать вот такие максимально благоприятные условия. Кроме бухгалтерское юридическое сопровождение, наши франчайзи поддерживают на весь период срока действия договора. Наш маркетолог, он вырабатывает маркетинговые направления, выставляет приоритеты. Но франчайзи сам принимает решение относительно внедрения той или иной программы. Мы все покушали, франчайзи, мне кажется, стоит пройти тот же путь. Ну это тяжелый путь. По количеству еды тяжелый путь. Ну кому бизнес простой, да? Кому сейчас легко, да? Спасибо большое, было очень вкусно. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в нашем новом курином шоу. Пока. Пока.